здравствуйте друзья продолжаем изучать язык верилок это язык описание электронных схем мы его будем изучать на уровне требуемым системным интегратором для понимания решений когда нету покупных изделий надо разработать какой-то модуль специализированный который невозможно приобрести на рынке по каким-то параметрам он не подходит нету лицензии так далее вот то есть это такое средней глубины изучения в данном случае нам помогает hdl bit яндекс браузер и яндекс переводчик современной технологии до позволяют перевести ну моментально одним кликом до показать оригинал или сделать перевод прям внутри той страницы в которой значит это все происходит при этом да в том числе и звуковой перевод помогать нам как я уже сказал будет яндекс браузер яндекс переводчик все я открыл выглядит примерно это вот так этот яндекс переводчик и достаточно хорошего качества плюс встроен встроенный в браузер озвучка да мне нравится она напоминает мне как читалось у нас на семинарах по английскому языку или это были практически занять я сейчас не помню но звучало это все примерно вот так в идеальном варианте и 32 битвектор can be viewed as containing 4 байтс битс 31 час 24 минуты 23 часа 16 минут и тси билд и сюркет затвил реверс за и байт орден овзе the operation этот вектор можно рассматривать как своего bịта 32-разрядный вектор можно рассматривать как содержащий 4 байта бита 31 24 23 16 и тд Постройте схему которая изменит порядок байтов в 4-байтовом слове. Как, дидид, равно больше, чем дидид. Прекрасно. Так. Это, наверное, будет достаточно коротко. Эта операция часто используется, когда необходимо поменять местами порядок следования фрагмента данных, например, между системами x86 с малым порядком следования, и форматами с большим порядком следования, используемыми во многих интернет-протоколах. For example, between little indian x86 systems and the big indian formats used in many интернет-протоколах. Так. Module declaration. Вот как это называется. Модуль... Нет, там модуль звучит по-другому, у них странно. Module declaration. Module. Объявление модуля. Хинт. Это подсказка, да? Это мы с вами помним. Хинт. Подсказка. Ну, давайте посмотрим, что нам подсказывает. Part select can be used on both the left side and right side of an assignment. Assignment. Выбор части может использоваться как с левой, так и с правой стороны задания. Part select can be used on both the left side and right side of an assignment. Ну, давайте. Аутпут у нас, да? Инг. Assign у нас будет... Да. Ага, вот так вот. А просто перевернуть нельзя. Они там как-то красиво переворачивали. А, Б, С, Д на Д, С, Б, А. Если мы просто вот так, да, сделаем. Помните, они там делали? Assign. А, так. Ну, давайте попробуем. Assign, да? Assign по-нашему. Это assign по-ихнему. Равно. Нет, не равно. Out. Ну-ка. Получится так у меня. Out. 31.0. А потом попробуем еще, короче. 30. Правда, они говорили, в 3 бита это надо сделать. Ну, ладно. А мы сделаем в 1 и не бит. 31.0. 0. Угу. Тут. 0. И закрыли, да? Равно. 0. In. 0. 31. Вот так. Так. О. Ну-ка. Точка запятая. Проедет так. Угу. Нет, не проехал. Угу. Так. Она. Угу. Так не хочет. Это странно. Так. А может я что-то... Верилок H2. Так. Line 4. Да. Вот здесь у меня. Out. 31.0. Равно. In. 0. 31. Не хочет. Так. Так. Итак, если я поменяю, да? Он не захочет. 0. 31. И не буду трогать этот их. Да? Угу. Что он мне на это скажет? Мне кажется, они так красиво меняли верх ногами. Ну-ка. Так. Тоже говорит, что так не надо делать. Ну, ладно. Не надо, так не надо. И видите, не дает солюсин, а? Ну, что это такое, а? Ну, ладно. Пойдем по ихнему пути. Странно. Да? Ну, ладно. Пойдем по ихнему пути. Assign. 0. 31. In. Будет тогда. In. Но я что-то вот это почему нельзя? Может, я там что-то в скобочке где неправильно поставил? Я что-то не до конца. Как-то формально где-то что-то. 0. 8. Да? 0. 8. Это так. Assign. Что там будет нам? 23. Assign. А вот. Так. Тут 23 будет. 23, 22, 21, 20. Это я вот прям так считаю. 19, 18, 17, 16. Да? 23, 16. Так. Будет. Так. Тут 0,7. Что-то вы накосорезали здесь, ребятки. А здесь вот как раз 8 и, наверное, 16. Да? Будет. Сейчас проверим. 8, 9, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 будет. Дождем. 15. Вот так будет. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 будет. Так. Следующий у нас будет Assign. Ctrl, C. Ставить. Так. Здесь у нас будет 8, 15. О! А смотрите. Оно сейчас пойдет наискось. Да? 8, 15. А здесь у нас пойдет 16, 23, да? Ну, ладно. Да, может быть так вот и правильно. А там был неправильно. Ну, и ладно. Так. А здесь будет у нас... Так. А здесь у нас будет... Так. 0,7. А здесь у нас будет 30, 2, 24, 31. Так. Ну, погнали. Сабмит. Раз. Ну. Опять что-то нет. Да ну. Ну, что сейчас-то? Line 5. Что такое? Line 5. Они опять мне не дают. Ну, и что? Ну. Ну, и что? 31, 24. Ну, давайте вот так пойдем. Какая разница? In. In. Что? Ну, давайте тогда... Подождите. Жанин написали мне там Ctrl-Z. Это же не я им там написал? Ctrl-Z. Подождите. Я могу, конечно, и так. Изменить, что это 7, 0. Да? Так как у них. Ну, давайте. 7, 0. Я могу и так написать. Ну, посмотрим. Давайте. Сабмит. Сейчас съедет нас на шестую строку. Угу. Съехало. Да? Помните, они что-то писали, что нельзя там. Типа. Ну, давай. А потом подсказку посмотрим. 15, 8. Давайте так сделаем. Ну, они что-то там рассказывали. Да, я помню, что нельзя менять порядок. Что это будет ошибка какая-то. Но мне казалось, что это это. Там что-то... Угу. Так. Ну, что-то здесь из-за того, что я тут поменял, а? 31, 24. Ну, давайте. Они все равно там подсказки дадут, как надо правильно. Ну, давайте так. Я только не понимаю. Это если тут-то они б-б-б-б-б, а если там мне надо перевернуть полностью. Если у меня там 0, 1, 2, 3, 4, 5. Мне только через сигналы какие-то это делать, что ли? Так. Лайн 7. Это мы что-то. Лайн 7. А. Ну, вот здесь. Да. Видите? Он тут 15. 8. Мы что-то опять. Мы все. Может, потому что я все что-то напереворачивал. Знаете, с утра пораньше нагородил огород. Ну, ладно. Это мы сейчас сделали. Ну, это мы как бы один в один, наверное, сделали. А, нет. Ну, мы перевернули, да. Ну, давайте смотреть, что здесь будет. 31. Ну, мы сделали так же, как они. Я не понимаю, почему я не могу перевернуть здесь. У нас что, побитого переворачивать. Я вот хочу перевернуть, например. Сделать здесь наоборот. 0, 7. Они не смогут так, да? Не смогут. Нет, не могут они так. Что-то у нас рассказывали. То есть, только вот. Только так. Да? Нет, не могут. Если мы захотим перевернуть, нам или через какие-то сигналы это надо будет делать, да, наверное. Или побитого. Странно. Ну, ладно. Ну, вот так. Короче говоря, понятно, что так хитро. То есть, можно все байты местами поменять. Но поменять, перевернуть. Хотя, мне кажется, мы где-то это делали. Но это будет и вот так, да? Ну, все. Ладно. Мы это пока осмыслим, потренируемся. А будет выглядеть это так. Вот такая последовательность. Значит, нам, чтобы цифры разделить на 4, да, у нас 1, 2, 3, 4. 4, 5, 6, 7, 8. Цифра идет. Делим на 4. По 2 цифры на байт. Ну, и, соответственно, вот то, что были 12, они так и остались. 12. А вот интересно, чтобы 21 сделать. Это только по битно поменять? Или как? По полбита переставить. А потом мы еще и... Если по бинарном коде поменять. Ну, ладно. Это мы с вами когда-нибудь поиграемся. А может быть и дальше это будет, да? Вот 12 на 12 поменялось. 15 на 15 сюда ушло. 35 на 35 ушло. И 24 стало 24. То есть, по байтно, да, у нас байты переставились местами. Причем цифры какие были, такие и остались. Ничего у нас в этом смысле не поменялось. По байтно, внутри байта информация не изменилась. А порядок следования байтов мы только поменяли местами. Все. Как менять местами там? Ну, значит, когда-нибудь, где-нибудь мы с вами в Ирилогии это изучим. Пока для нас это тайна. Ну, можете в этих самых приводить примеры. Как бы вы по битно поменяли первый бит на последний, а последний бит на первый. Ну, и причем-то и так все в бинарном коде бы перевернули. Так. Какой-нибудь одной строчкой желательно, если это можно. Было бы интересно. Так. Значит, тут мы все сделали. Чики-бабонис. Так. Ну, вот это давайте. Компайл. Мы все время озвучиваем. Компайл энд симилат. Мы все время это озвучиваем. Давайте, чтобы у нас это прям... Компилировать и моделировать. Компайл энд симилей. Чтобы у нас это как от зубов, от ушей отскакивало. Так. Где озвучит его? Running Quartus Synthesis. Show Quartus Messages. Running Model Sim Simulation. Show Model Sim Messages. Запуск синтеза Quartus. Отображение сообщений Quartus. Запуск моделирования Model Sim. Отображение сообщений Model Sim. Running Quartus Synthesis. Show Quartus Messages. Running Model Sim Simulation. Show Model Sim Messages. Status. Success. Ну, это уже Status Success. Или... Control V. Статус Успех. Status Success. Success. Status. Success. Status. Success. Так. Я уже решил 13 задач. Несчастливое число. You have solved 13 problems. See my progress. Вы решили 13 задач. Посмотрите на мой прогресс. You have solved 13 problems. See my progress. Смотрите, мы уже 2 недели изучаем. Да, 2 недели. Окажется, как вчера. Так. Timing Diagrams for Selected Test Cases. Временные диаграммы для выбранных тестовых примеров. Timing Diagrams for Selected Test Cases. These are timing diagrams from some of the test cases we used. They may help you debug your circuit. The diagrams show inputs to the circuit, outputs from your circuit, and the expected reference outputs. The mismatch trace shows which cycles your outputs don't image the reference outputs. 0 равно correct, 1 равно incorrect. Это временные диаграммы из некоторых тестовых примеров, которые мы использовали. Они могут помочь вам в отладке вашей схемы. На диаграммах показаны входы в схему, выходы из вашей схемы и ожидаемые опорные выходы. These are timing diagrams from some of the test cases we used. They may help you debug your circuit. The diagrams show inputs to the circuit, outputs from your circuit, and the expected reference outputs. Так, а мы сейчас можем мою технологию попробовать. Интересно, как он скажет. Диаграммы я смогу здесь поменять, да? Вот, а мы сейчас здесь сделаем вот так. Диаграммы. Диаграммы. Ну-ка. Ну-ка. Вот так, да. These are timing from some of the test cases we used. They may help you debug your circuit. The diagrams show inputs to the circuit, outputs from your circuit, and the expected reference outputs. Здесь он пропускает. И это плохо. Здесь он просто пропускает. These are timing diagramмы from some of the test cases we used. They may help you debug your circuit. The diagramma show inputs to the circuit, outputs from your circuit, and the expected reference outputs. Так, а почему? А тут она как прочитала? Временные. Так. From some of the test cases we используем. 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 Используем, да? Это ноу-хау такое. Так. Здесь будет тогда озвучить, да? Озвучить. Ну, сейчас вот так. Раз. Озвучить. Две. О. These are timing diagramмы from some of the test cases we используем. They may help you debug your circuit. The diagramma show inputs. Вот. И это такое вот то, о чем я вам говорил, да? Такое мое ноу-хау, которое, наверное, не мое. Output from outputs, да? The diagramma show inputs to the circuit output from вашей схемы. From ваша, ваша схема. And the expected reference, да? The diagramma show входные сигналы. Входные. Входные. Да? Тут здесь секет. Output from your схемы. Секет. Схемы же, правильно? Схемы. The expected reference. Рефер. Ну, ладно. Ну, тогда и мы сейчас тут вот это вот. И вот примерно такие текстовочки я хотел показать, как можно сделать и переводить, да? Вот с помощью озвучки. These are timing diagrams from some of the test cases we используем. They may help you debug your circuit. The diagramma show входные to the circuit outputs from your схемы and the expected reference output. Вот, и так, диаграмма показывает схему опорный выходной сигнал, да? Референс опорный, а мы сейчас ожидаемый, expected, ожидаемый, а мы сейчас заменим. Ожидаемый, вот это вот, красивое слово, expected. Так. Видите, как мы хорошо можем, в принципе, создать, да, такой сайт, где ты погрузишься вот в такой бред, но будешь потихоньку. И причем это можно потом менять, да, вот, местами, это такое погружение в изучение будет. И искусственный интеллект потом потихонечку там общаясь с тобой, выясняет, где у тебя пробелы, и тебе вот такой бред начинает догружать, и ты погружаешься там в такую еще в воде, в какой, помните, были рассказы какие-то, где ты плаваешь, тебя вот так вот грузят, грузят. И ты потом через, там, две недели такой интенсивных занятий, вот таких уже все, у тебя русский, английский, все смешалось, кони любят. Так. These are timing-диаграммы from some of the test cases we используем. They may help you debug your circuit. The diagram show входные to the circuit, outputs from your схемы, and the ожидаемый reference output. Да. Вот так. Ну, ладно. С этим бредом мы закончили, да? The mismatch, trace shows, which cycle you, outputs, and the... Так, ну и все, да? На этом все. Давайте посмотрим, что нас ждет. Давайте обновимся, чтобы у нас тут тоже была галочка. Все. Выборы векторные. Побитовые операторы. Вот, ну, что будет. Так, давайте сменим на английский. Ну, давайте просто озвучим вот так. А потом перейдем на английский. И озвучим английский. И чтобы нам понять вообще, насколько... И тут бы, конечно, смешанное, да? Смешанное сделать. Яндексу я бы посоветовал, да? Они бы мне чуть-чуть денежку подбросили, что вот есть русский, английский и смешанный такой сурджик, да? Русско-английский сурджик. И они бы так вот поменяли слова местами, да? Где-то английский. Что при озвучке мы, уже понимая общий смысл, включали английские слова. И потом их увеличивали, количество увеличивали. И, ну, в общем, у нас бы это все... Может быть, было бы хорошо. Может, это плохой путь. Я не знаю, я не психолог. Может, лучше сразу, да, в море кинул, чем в киселе учиться плавать. Постройте схему с двумя трехразредными входами, которые вычисляет побитовое или двух векторов, логическое или двух векторов и обратное не обоих векторов. Поместите обратное к B в верхнюю половину out подчеркивания нот, то есть биты 5-3, а обратное к A в нижнюю половину. Вот, это то, о чем я вам говорил, да? Ну, теперь давайте вот так озвучим. Бред полный, сейчас звучит как бред. Постройте схему с двумя трехразредными входами, которое вычисляет побитовое или двух векторов, логическое или двух векторов и обратное не значение обоих векторов. Поместите значение обратное B в верхнюю половину out подчеркивания нот, то есть бит 5-3, а значение обратное A в нижнюю половину. Да. Ну, в общем, пока звучит как бред. Переспим с этим, завтра попробуем решить. В моменте решения, наверное, разберемся поподробнее. Вот, на сегодня все. До завтра. Спасибо всем за то, что посмотрели, как я изучаю верилок. До новых видео. До свидания.